Мир вам, дорогие друзья! Нам приходит очень много разных писем, в которых вы задаете вопросы. И мы поэтому решили начать новую рубрику у нас на канале, которая называется «Вы нам писали». Это будет отдельный плейлист, где мы так будем выставлять ответы на вопросы, которые интересуют наших зрителей, наших подписчиков на YouTube-канале, в Telegram-канале и на других площадках, где мы располагаемся. Вы нас спрашивали, кто такие администраторы канала, сколько их и членами какой церкви они являются. Также приходили такие мысли, что они вообще не члены церкви и так далее. Поэтому мы решили сделать в этом видео ответ конкретно на вот этот вопрос. Смотрите, дело в том, что в нашем братстве нет ни официального канала, ни официального сайта, поэтому по факту данный канал является как бы официальным, но юридически канал частный. И смотрите, меня зовут Рудаков Сергей, я один из администраторов. Мне в данный момент 38 лет, я живу в Москве и являюсь членом Царицинской церкви. И еще у нас есть на нашем канале куратор канала, служитель, пресвитер церкви на Кавказе. Чтобы с нами связаться, у нас на канале указаны наши телефоны. То есть вы можете по этим телефонам всегда написать мне, по WhatsApp, по Telegram, второму брату, администратору Игорю. И также хочу отметить один важный момент. Других никаких служителей, других никаких администраторов у нас на канале нет. Почему я задаю, как бы, вот это, как бы, освещая именно вот эту еще тему? Потому что дошли слухи, такие слухи доходят, что некоторые люди, нечестные, так скажу, на руку, выдают себя каким-то образом за администраторов канала. Так вот, запомните, нас на канале администраторов только двое и куратор. Больше никаких администраторов, кураторов, помощников, замов, помов и так далее и тому подобное на канале больше нет. Только мы. Еще также, не как бы, знаете, друзья, неловко об этом говорить. Может быть, даже это покажется странным. Но я хочу отметить, что телефоны, которые указаны на канале, это телефоны меня и второго брата. То есть, почему? Потому что каждую неделю кто-то обязательно пишет. Приветствую вас, Николай Степанович, Геннадий Сергеевич и прочие. Это не телефоны служителей, которых проповеди вы слушаете. Это наши телефоны. По этим телефонам мы доступны 24-7. То есть, вы нам всегда можете задать интересующие вопросы, связаться с нами, получить какую-то информацию, которая вас интересует как по работе канала, так и другую информацию. По этим же телефонам вы нам можете присылать материалы для публикации. Теперь смотрите о публикациях материалов. Мы многие материалы берем из открытых источников, которые доступны в интернете, и также нам их могут присылать. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш материал, который вы хотите опубликовать как-то в интернете, это могут быть проповеди из вашей поместной церкви, это могут быть ваши личные какие-то проповеди, это может быть информация о вашем служении, которым вы занимаетесь, как поместной церкви, так и на уровне объединения. Это могут быть новости жизни вашей поместной церкви. Это могут быть новости вашего объединения, о служении, которое у вас проходит. Если вы хотите, чтобы данные новости были опубликованы на нашем YouTube-канале, на нашем Telegram-канале, также у нас есть группа ВКонтакте, которая так и называется «Евангельская весть МСЦЕХБ», то присылайте их по указанным телефонам через WhatsApp или Telegram. Также в описании канала находится электронная почта, по которой вы тоже можете всегда с нами связаться. Так что, друзья, в этом видео на этом все. Напоминаю, что у нас есть Telegram-канал, есть группа ВКонтакте, а также такой небольшой развивающийся пока в данный момент канал в Рутубе. Ссылки на наш Telegram-канал и на группу ВКонтакте будут под роликом в описании. Так что переходите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, потому что для алгоритмов YouTube это очень важно, и нам будет интересно, как, собственно говоря, ваша реакция на нашу работу, на наше служение, на тот труд, который мы делаем. Спасибо, что вы остаетесь с нами, что вы на нас подписаны, слушаете наши материалы. Нам очень приятно это видеть, читать комментарии, которые вы нам пишете. Все комментарии и положительные, и отрицательные, потому что отрицательные комментарии, они тоже хороши, они помогают нам становиться лучше. А отрицательный комментарий, он помогает нам видеть наши ошибки, наши какие-то там недочеты делать из этого вывода. Так что, друзья, всем божьих благословений. С вами был администратор Сергей Рудаков.